Код неисправности OBD2 Техническое описание – нарушение связи с устройством защиты от взлома радиатора Что это означает? Это общий диагностический код неисправности системы связи, который применяется к большинству марок и моделей автомобилей OBD2 Этот код означает, что устройство защиты от взлома радиатора RATD и другие модули управления на автомобиле не обмениваются данными друг с другом Схема, наиболее часто используемая для связи, известна как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шины S&N Модули взаимодействуют друг с другом по сети, так же, как сеть, которая есть у вас дома или на работе Производители автомобилей используют несколько сетевых систем До 2004 года наиболее распространенными, неисчерпывающими, системами межмодульной связи был интерфейс последовательной связи или SAI Шина SAI J1850 или PSI, и Chrysler Collision Detection, или SSD, наиболее распространенная система, используемая после 2004 года Известно как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шина S&N Также использовалась до 2004 года в небольшом сегменте транспортных средств Без этой шины S&N модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может или не сможет получить информацию от транспортного средства В зависимости от того, какая цепь затронута Устройство защиты от взлома радиатора RATD обычно располагается между радиатором и охлаждающими вентиляторами радиатора Он получает входные данные от различных датчиков, некоторые из которых напрямую подключены к нему А большинство передаются по системе связи по шине от модуля управления трансмиссией и PSM Эти входы позволяют модулю информировать модуль управления трансмиссией Если радиатор был заменен на неподходящий для этого автомобиля, действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя Типа системы связи, количество проводов и цветов проводов в системе связи Серьезность кода и симптомы Серьезность в этом случае может быть или не быть серьезной В зависимости от того, в чем заключается сбой Производитель мог вручную решить проблему в случае сбоя в сети шины Отсутствие работы RATD никоим образом не влияет на работу автомобиля Симптомы кода U0286 могут включать Горит контрольная лампа неисправности причины Обычно причины для установки этого кода следующие Обрыв на шине SIN Plus или Цепь Короткое замыкание на питание или массу в цепи шины SIN Отсутствие питания или заземления на модуль RATD Редко, неисправный модуль управления процедурой диагностики и ремонта Хорошее место для начала всей электрической диагностики Это проверить бюллетени технического обслуживания TSB для вашего автомобиля Проблема, с которой вы столкнулись, может быть известно другим специалистам в этой области Известное исправление могло быть выпущено производителем и может сэкономить ваше время и деньги Во время диагностики предполагается, что на данный момент вам доступен считыватель кодов, так как до сих пор вы могли получать доступ к кодам Посмотрите, были ли какие-либо другие диагностические коды неисправностей, связанные со связью по шине или с аккумулятором, зажиганием Если это так, вы должны сначала диагностировать их, поскольку, как известно, неправильный диагноз может возникнуть, если вы диагностируете код U0286 до того, как какой-либо из основных кодов будет тщательно диагностирован и исправлен Если единственный код, который вы получаете от других модулей, это U0286, попробуйте получить доступ к RATD Если вы можете получить доступ к кодам из RATD, то код U0286 либо прерывистый, либо код памяти Если невозможно получить доступ к RATD, значит, код U0286, который устанавливают другие модули, активен, и проблема уже существует Наиболее распространенная неисправность, это неисправность цепи, которая приводит к потере питания или заземления устройства защиты от несанкционированного доступа радиатора Проверьте все предохранители, питающие модуль RATD на этом автомобиле Проверьте все основания для RATD, найдите на автомобиле точки крепления заземления и убедитесь, что эти соединения чистые и надежные Если необходимо, снимите их, возьмите небольшую щетку с проволочной щетиной и раствор пищевой соды, воды и очистите каждый из них, как разъем, так и место, где он соединяется Если был произведен какой-либо ремонт, удалите диагностические коды неисправностей со всех модулей, которые установили код в памяти, и посмотрите, сможете ли вы теперь связаться с модулем RATD Если связь с RATD восстанавливается, скорее всего, проблема связана с предохранителями, соединениями, если код возвращается или связь с модулем все еще не может быть установлена Найдите коммуникационные соединения S&N шины на вашем автомобиле, в первую очередь разъем RATD, который обычно находится между радиатором и вентиляторами охлаждения радиатора Перед отсоединением разъема от RATD отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи, после обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку Ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик, разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной, дайте высохнуть и нанесите электротехническую смазку на контактные площадки, перед подключением разъемов обратно к RATD выполните эти несколько проверок напряжения Вам потребуется доступ к цифровому вольтометру, двум, убедитесь, что на RATD есть питание и заземление, получите доступ к электрической схеме и определите, где основные мощности и заземление входят в RATD Перед продолжением подключите аккумулятор, при этом RATD все еще отключен, подключите красный провод вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение батареи, входящему в разъем RATD, а черный провод вольтметра к хорошему заземлению Если не уверены, отрицательный полюс батареи всегда работает, вы должны увидеть значение напряжения батареи, убедитесь, что у вас есть веские основания Подключите красный провод вольтметра к плюсу батареи, B+, а черный провод, к каждой цепи заземления, еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении, если нет, устраните неисправность цепи питания или заземления, затем проверьте две цепи связи Найдите SINC+, или HSIN+, цепь, и SINC, или HSIN-цепь, подключив черный провод вольтметра к надежному заземлению Подключите красный провод к SINC+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть около 2,6 вольт с небольшими колебаниями Затем подключите красный провод вольтметра к цепи SINC, вы должны увидеть примерно 2,4 вольта с небольшими колебаниями, другие производители показывают SINC примерно на 0,5 вольта и колеблющуюся клавишу при выключенном двигателе Ознакомьтесь со спецификациями вашего производителя, если все тесты пройдены, а связь по-прежнему невозможна, или вы не смогли сбросить код неисправности у 0,2,8,6, единственное, что можно сделать, это обратиться за помощью к обученному автомобильному диагносту, так как это будет указывать на сбой RATD, большая часть этих RATD должна быть запрограммирована или откалибрована для правильной установки автомобиля Продолжение следует...